Глава вторая. Лицом на восток. Калка. Бросив самый общий взгляд на историю создания огромного монгольского улуса, мы вправе теперь вернуться на Русь. Но прежде чем приступить к рассказу о тогдашних русско-монгольских отношениях, напомним читателю о самой Руси начала XIII века. Как уже говорилось, в отличие от молодых монголов, Древняя Русь переходила тогда из инерционной фазы в фазу обскурации. Снижение пассионарности в конечном счете всегда ведет к разрушению этноса как единой системы. Внешне это выражается в событиях и деяниях, несовместимых ни с моралью, ни с интересами народа, но вполне объяснимых внутренней логикой этногенеза. Так было и на Руси. Игорь Святославич, потомок князя Олега, герой слова о полку Игореве, ставший в 1198 году князем Черниговским, поставил себе целью расправиться с Киевом, городом, где постоянно укреплялись соперники его династии. Он договорился со смоленским князем Рюриком Ростиславичем и призвал на помощь половцев. За счету Киева, матери городов русских, выступил князь Роман Волынский, опиравшийся на союзные ему войска торков. План Черниговского князя был реализован уже после его смерти, 1202 год. Рюрик, князь Смоленский и Ольговичи с половцами в январе 1203 года в бою, который шел главным образом между половцами и торками Романа Волынского, взяли верх. Захватив Киев, Рюрик Ростиславич подверг город страшному разгрому. Были разрушены Десятинная церковь и Киево-Печерская лавра, а сам город сожжен. Киево-Печерская лавра не было открещения в русской земле, оставил сообщение летописица. После рокового 1203 года Киев уже не оправился. Что помешало восстановить столицу? Имелись в городе и талантливые строители, и оборотистые купцы, и грамотные монахи. Киевляне торговали через Новгород и Вятку, возводили крепости и храмы, уцелевшие до сего дня, писали летописи. Но, увы, не смогли вернуть городу его прежнего значения в русской земле. Слишком мало осталось на Руси людей, обладавших качеством, которое мы назвали пассионарностью. И потому не было инициативы, не пробуждало способности жертвовать личными интересами ради интересов своего народа и государства. В таких условиях столкновение с сильным противником не могло не стать для страны трагичным. Между тем, неукротимые монгольские тумены приближались к русским границам. Западный фронт монголов проходил по территории современного Казахстана между реками Иргиз и Яик, и охватывал южную оконечность Уральского хребта. В тот период главным врагом монголов на Западе были половцы. Их вражда началась в 1216 году, когда половцы приняли кровных врагов Чингиза Меркитов. Антимонгольскую политику половцы проводили крайне активно, постоянно поддерживая враждебные монголам финно-угорские племена. При этом степняки половцы были столь же мобильными и манёвренными, как и сами монголы. А то, что путь от Анона до Дона равен пути от Дона до Анона, Чингизхан понимал прекрасно. Видя бесперспективность кавалерийских сшибок с половцами, монголы применили традиционный для кочевников военный приём. Они послали экспедиционный корпус в тыл врагу. Талантливый полководец Субэдэй и знаменитый стрелок Джебэ повели корпус из трёх туменов через Кавказ. 1222 год. Грузинский царь Георгий Лаша попытался атаковать их и был уничтожен со всем своим войском. Монголам удалось захватить проводников, которые указали путь через Дарьяльское ущелье, современная военно-грузинская дорога. Так они вышли в верховье Кубани, в тыл половцам. Здесь монголы столкнулись с Аланами. К XIII веку Аланы уже потеряли свою пассионарность. У них не осталось ни воли к сопротивлению, ни стремления к единству. Народ фактически распался на отдельные семьи. Измученные переходом монголы отнимали у Алана в пищу, угоняли лошадей и другой скот. Аланы в ужасе бежали куда попало. Половцы же, обнаружив врага у себя в тылу, отступили к западу, подошли к русской границе и попросили помощи у русских князей. Чуть раньше, говоря о событиях XI-XII веков, мы убедились, что отношения Руси и половцев никак не укладываются в примитивную схему противостояния оседлый кочевник. То же самое справедливо и для начала XIII века. В 1223 году русские князья выступили союзниками куманов. Три сильнейших князя Руси – Мстислав Удалой из Галича, Мстислав Киевский и Мстислав Черниговский, собрав рати, попытались защитить куманов. Важно то, что монголы отнюдь не стремились к войне с Руси. Прибывшие к русским князьям монгольские послы привезли предложение о разрыве русско-половецкого союза и заключении мира. Верные своим союзническим обязательствам русские князья отвергли монгольские мирные предложения. Но, к несчастью, князья совершили ошибку, имевшую роковые последствия. Все монгольские послы были убиты, а поскольку по Есея обман доверившегося являлся непрощаемым преступлением, то войны и мщение после этого было не избежать. Однако ничего этого русские князья не знали и фактически вынудили монголов принять бой. На реке Калки произошло сражение. 80-тысячная русско-половецкая армия обрушилась на 20-тысячный отряд монголов 1223 год. Эту битву русская армия проиграла из-за полной неспособности к самой минимальной организации. Стислав удалой и младший князь Даниил бежали за Днепр, а они первыми оказались у берега и успели вскочить в ладьи. При этом остальные ладьи князья порубили, боясь, что и монголы смогут переправиться вслед за ними. Тем самым они обрекли на гибель своих соратников, у которых лошади были хуже княжеских. Разумеется, монголы убили всех, кого настигли. Мстислав Черниговский со своим войском начал отступать по степи, не оставив арьергардного заслона. Монгольские всадники гнались за черниговцами, легко настигали их и рубили. Мстислав Киевский расположил своих воинов на Большом холме, забыв, что нужно обеспечить отход к воде. Монголы, конечно, легко блокировали отряд. Окруженный Мстислав сдался, поддавшись на уговоры Плоскини, вождя Бродников, которые были союзниками монголов. Плоскини убедил князя, что русских пощадят и не прольют их крови. Монголы, согласно своему обычаю, данное слово сдержали. Они положили связанных пленников на землю, прикрыли настилом из досок и сели пировать на их телах. Но ни капли русской крови действительно пролито не было, а последнее, как мы уже знаем, по монгольским воззрениям, считалось крайне важным. Вот пример того, как различно воспринимают народы нормы права и понятия честности. Русские считали, что монголы, убив Мстислава и других пленников, нарушили клятву. Но с точки зрения монголов, клятву они сдержали, а казнь явилась высшей необходимостью и высшей справедливостью, ибо князья совершили страшный грех убийства доверившегося. Заметим, что и по нормам современного права насилие над парламентером строго осуждается и карается. Каждый, однако, волен в данном случае принять позицию, наиболее близкую его моральному императиву. После битвы на Калки монголы обратили своих коней на восток, стремя свернуться на родину и доложить о выполнении поставленной задачи, о победе над половцами. Но на берегах Волги войско угодило в засаду, устроенную волжскими булгарами. Мусульмане, ненавидевшие монголов, как язычников, неожиданно напали на них во время переправы. Здесь победители при Калки потерпели серьезное поражение и потеряли множество людей. Те, кто сумел переправиться через Волгу, ушли степями на восток и соединились с главными силами Чингисхана. Так закончилась первая встреча монголов и русичей. Великий западный поход Победа при Калки не означала окончательного разгрома половцев. А поскольку военная политика монголов формировалась в соответствии с принципом, сформулированным Чингисханом «война кончается с разгромом врага», борьбу с половцами следовало продолжать. Однако лишних сил у монголов не было, ибо параллельно с борьбой на Западе монголы сражались с Джордженской империей Кинь и тангутским государством Сися. Только после взятия Пекина, 1215 год, тангутской столицы Джунси, 1227 год, крепостей Кайфына и Цайджоу, 1234 год, у монголов появилась возможность завершить войну с куманами. У рултай монгольских найонов, собравшиеся в 1235 году на берегу Анона в районе современного Дерчинска, решил довести борьбу с половцами до конца. Начался Великий Западный Поход. Великим его называли не зря. Войскам предстояло пройти всю Монголию и через проходы в горах выйти в казахские степи. Нужно было пересечь их и дойти до Орала, а ведь основная часть этого пути проходит по пустыне Бет-Паг-Дала, где растет только карагач. Монголы пересекли пустынные степи зимой, когда люди и лошади могли использовать снег вместо воды. На пути от Орала через плато Устюрт к Волге кое-где встречались караван с сарарей и выкопанные источники, но и этот переход был тяжел. А в конце пути, внизу в их Волге, монголов ждали военные действия. Поскольку в среднем Тумены проходили 25 километров в день, то весь поход протяженностью в 5000 километров, задуманный и начатый в 1235 году, окончился только осенью 1236 года. Силы монголов, стянутые для западного похода, оказались невелики. Из имевшихся у них 130 тысяч воинов, 60 тысяч приходилось направлять на постоянную службу в Китай, еще 40 тысяч ушло в Персию для подавления мусульман, а 10 тысяч воинов постоянно находились при ставке. Таким образом, для похода оставался 20-тысячный корпус. Понимая его недостаточность, монголы провели экстренную мобилизацию и с каждой семьи взяли на службу старшего сына. Однако общая численность войска, пошедшего на запад, вряд ли превышала 30-40 тысяч человек. Ведь при переходе в несколько тысяч километров одной лошадью не обойдешься. Каждый воин должен был иметь кроме ездовой еще и вьючную лошадь, а для атаки был необходим боевой конь, ибо сражаться на усталой или необученной лошади равносильно самоубийству. Требовались отряды и кони для перевозки осадных орудий. Следовательно, на одного всадника приходилось как минимум 3-4 лошади, а значит 30-тысячный отряд должен был иметь не менее 100 тысяч лошадей. Прокормить такое поголовье при переходе через степи очень непросто. Вести же провиант для людей и фураж для большого количества животных с собой было невозможно. Именно поэтому цифра в 30-40 тысяч представляется наиболее реальной оценкой монгольских сил во время западного похода. Она, кстати говоря, совпадает с известной оценкой Веселовского. Первыми подверглись нападению монголов волжские булгары, которые в 1223 году разгромили отряд Субэ-Дэя и Джебэ. Город Булгар был взят и разрушен. Одновременно были покорены и другие поволжские народы, выступавшие против монголов Буртасы и Башкиры. После форсирования Волги монгольское войско разделилось. Основные силы, которыми руководил волевой и умный Мунке-хан, сын Тулуя, начали преследовать главу половцев хана Котяна, оттесняя его к границам Венгрии. Другая часть войска, возглавляемая ханом Батыем, Бату, подошла к границам Рязанского княжества. Рязанские князья, как и Суздальские, и Владимирские, не участвовали в битве на Калке, и поэтому Баты не собирался с ними воевать. Однако дальнейшее движение войска требовало постоянной смены лошадей, постоянного получения продуктов, и Баты послал в Рязань парламентеров, стремясь получить от рязанцев пищу и лошадей. Рязанские князья, не удосужившись узнать, с кем имеют дело, сказали, «Убьете нас, все будет ваше». Так случилось. Два войска сошлись недалеко от Рязани. Когда монголы развернулись лавой, рязанцы дрогнули и побежали. Покинув поле боя, они затворились в Рязани. Город был лишь недавно отстроен, после того, как в 1208 году его разрушил суздальский князь Всеволод Большое Гнездо, и потому был плохо подготовлен к осаде. Рязань была взята, княжеская семья погибла, все имущество стало достоянием монголов, но войска у рязанцев еще оставались. Монголы же, взяв требовавшиеся им продовольствия и лошадей, покинули Рязань. Деятельный рязанский боярин Евпатий Коловрат со своей дружиной нагнал уходивших монголов, ударил им в тыл и остановил их продвижение. Батый принужден был поворачивать фронт, чтобы разгромить Евпатия Коловрата. С обеих сторон воины сражались героически, но исход боя предугадать было нетрудно. Соратники Евпатии и сам он погибли, хотя и нанесли значительный урон врагу. Столкновение с отрядом Евпатия Коловрата подтверждает нашу оценку численности монгольского войска. В дружине Евпатия имелось около двух тысяч воинов. Если бы в рядах монголов действительно насчитывались сотни тысяч человек, то никаким героизмом Коловрат не смог бы задержать движение монгольской армии. Скорее всего, его отряд просто не был бы замечен. Но у Батыя наверняка имелось не более половины монгольских сил, то есть 15-20 тысяч воинов, и потому нападение Коловрата на монгольский тыл оказалось столь чувствительным. От побежденной Рязани Батыя повел войска к Владимирскому княжеству. Несчастью, Владимирский князь Юрий Всеволодович был недалеким политиком и скверным полководцем. Еще в 1210-х годах он истощил силы своего княжества в распрях собственным дядей, поддержанным новгородцами. В битве на Липеце, завершившей эту усобицу, бессмысленно погибло девять с лишним тысяч русских людей, большей частью владимирцев и суздальцев, проигравших сражение. Поэтому что мог сделать Юрий зимой 1237-38 года, когда, взяв Рязань и рассеяв наспех собравшихся на реке Коломнии русских, Батыя двинул войска на Владимир? Князю оставалось или попытаться договориться с монголами, или, оставив владимирские города и земли, отойти на север и укрепиться в труднопроходимых лесах. Юрий выбрал третий вариант, самый неудачный. Он приказал оборонять Владимир, не обеспечив его гарнизоном, причем оставил в городе свою собственную семью. Сам же князь под предлогом собирания войск ушел на берега Малоги и остановился в месте впадения в нее маленькой речки Сити. Разумеется, Владимир был монголами взят. Но так как город в соответствии с приказом Юрия не сдался сразу, то пострадал он довольно сильно. Сам Юрий на Сити был случайно застегнут отрядом монгольского тысячника Бурундая. Монголы наткнулись на незащищенный и неохраняемый стан русских, поскольку князь не выставил дозора и не выслал разъезды. Как видим, Юрий не сделал ничего из того, что должен был бы сделать полководец, ведущий войну с умелым и сильным врагом. Конечно же, весь отряд, захваченный врасплох, погиб вместе с своим князем. К лету 1238 года монголы вернулись на Нижнюю Волгу, где и перезимовали. Новое движение на запад, захватившее Южную Русь, началось весной 1239 года. В новгородской земле монголам отказался подчиниться город Торжок, потому что Новгород обещал оказать ему помощь. Однако новгородцы собирались слишком долго и не успели к сражению. Торжок был монголами взят, а его население вырезано. Затем монголы пошли на юг. На их пути лежал город Козельск, под стены которого их вела память о Калке. Ведь 15 лет назад князь Черниговский и Козельский Мстислав был участником убийства монгольских послов. И хотя Мстислав к тому времени уже умер, монголы, руководствуясь понятием коллективной ответственности, стремились отомстить злому городу за поступок его князя. Конечно, с точки зрения современных людей поведение степняков может казаться неоправданно жестоким, но не будем забывать, что они точно так же следовали своим представлениям, как мы следуем своим. По мнению монголов, все подданные князя разделяли с ним равную ответственность за злодеяние уже потому, что соглашались иметь его своим князем. Вероятно, причины их жестокой расправы с Козельском были хорошо понятны современникам. Монголы осаждали Козельск семь недель, и никто из русских не пришел на помощь этому городу. Но не все города постигла участь Владимира, Торжка и Козельска. Жители богатого торгового углича, например, довольно быстро нашли общий язык с монголами. Выдав лошадей и провиант, угличане спасли свой город. Позже подобным образом поступили почти все поволжские города. Более того, находились русские, пополнявшие ряды монгольских войск. Венгерский хронист называл их наихудшими христианами. Батый взял Чернигов. После был взят неоправившийся от внутренних усобиц Киев. Покинутый князем и защищаемый Тысяцким Дмитром, город не располагал силами для борьбы. Защищать стены Киева было некому. Затем Батый прошел через Волынь. Мнения Волынин разделились. Некоторые противостояли монголам, но жившие на южной окраине Волыни болховские князья предпочли договориться с монгольским ханом. Преследуя отошедших в Венгрию половцев, монголы через Галицию двинулись дальше, стремясь установить нерушимую западную границу своей державы. Сначала их послы посетили Польшу, но были убиты поляками. В начавшейся войне монголы взяли Краков, а после в битве при Лигнице в Силезии разгромили польско-немецкое войско. Гибель постигла монгольских послов и в Венгрии. Монголы ответным ударом разбили войска венгерского короля в битве на реке Шаио, сожгли большую часть венгерских крепостей и городов. Вероятно, научные горьким опытом к чехам монголы послов уже не посылали. Монгольские отряды и чешское войско встретились в битве при Оломоуце, и чехи одолели степняков. К 1242 году Великий Западный поход был окончен. Войска Батыи вышли к Адриатическому морю. Итоги похода оказались очень благоприятными для монголов, и дальнейшая война не имела для них никакого смысла. Безопасность своей западной границы монголы обеспечили, ибо ни чехи, ни поляки, ни венгры не могли достичь Монголии, для этого у них не было ни желания, ни возможностей. Исконные враги монгольского улуса Половцы тоже не могли ему угрожать. Они были загнаны в Венгрию, и их судьба оказалась печальной. Половецкий хан Котян подчинился венгерскому королю, но приход половцев вызвал неудовольствие венгерских магнатов, которые убили хана и стали обращаться с половцами пренебрежительно и жестоко. Тогда часть кочевников ушла через Балканы в Византию и поселилась около города Никеи в Малой Азии. Другая часть половцев задержалась в Трансильвании. Позже они приняли католичество и в значительной мере пополнили ряды мелкого венгерского дворянства. Великий западный поход Батыя правильнее было бы назвать Великим Кавалерийским рейдом. А поход на Русь у нас есть все основания называть набегом. Ни о каком монгольском завоевании Руси не было и речи. Гарнизонов монголы не оставили, своей постоянной властью и не думали устанавливать. С окончанием похода Батый ушел на Волгу, где основал свою ставку, город Сарай. Фактически хан ограничился разрушением тех городов, которые, находясь на пути войска, отказались замириться с монголами и начали вооруженное сопротивление. Исключением можно считать лишь Козельск, но с ним, как мы помним, монголы расправились, мстя за убийство своих послов. По своим последствиям западный поход также был типичным набегом кочевников, хотя и грандиозного масштаба. Надо полагать, современники великолепно понимали характеры целей похода, и с этой точки зрения не стоит осуждать русских людей XIII века за столь слабое сопротивление монголам. Никакого смысла не имело вести лишние военные действия, когда без них можно было обойтись. Ведь в течение 20 лет после Батыя с северных русских княжеств никакой дани, податей, налогов монголы вообще не взимали. Правда, с южных княжеств Чернигова, Киева налоги брали, но население нашло выход. Русские стали активно переезжать на север в Тверь, Коломну, Москву, Серпухов, Муром и другие города Залезской Руси. Так все русские традиции вместе с людьми переместились с окраин леса степи и степи в лесную полосу. Этот географический фактор, смена ландшафта в результате миграции, оказался крайне значимым для дальнейшего хода этнокенеза нашей страны. Князь Александр и хан Батый В XIII веке Западная Европа являла собой постоянно растущую угрозу для Руси. В предыдущие десятилетия избыточная пассионарность западноевропейцев сгорала в первых попытках колониальной экспансии крестовых походах в Палестину. Теперь же император Фридрих II решил направить немецких крестоносцев из Палестины в Прибалтику. Решение было вполне разумное. Немецкие рыцари постоянно конфликтовали с французами и итальянцами, ведя себя высокомерно и заносчиво. Поэтому император, послав немцев на Балтику и поручив им покорять местные языческие племена, действовал в интересах и рыцарей, и империи в целом. В 1237 году рыцари-монахи двух орденов Тевтонского и Меченосцев, объединившись, создали мощный Ливонский орден. Фактически образовалось военно-духовное государство, целью существования которого стал захват Прибалтики, продвижение на Русь и насильственное окатоличивание покоряемого населения. Начавшиеся завоевания шло трудно. Прибалтику тогда населяли древние балтийские народы Эсты, Литва, Жмудь, Ятвяги и Прусы. Все они находились в состоянии гомеостаза – равновесия с природной средой. И сил этих народов хватало только на выживание в родном ландшафте. Поэтому в борьбе с немцами Прибалты ограничивались обороной. Но поскольку оборонялись они до последнего, в плен сдавались только мертвыми, первоначально особых успехов немцы не имели. Помогло рыцарям то, что их поддерживало очень воинственное племя – Ливы. Кроме того, рыцари нашли ценного союзника – шведов, подчинивших себе финские племена Сумь и Емь. Постепенно немцы обратили в крепостное состояние Летов, но Эсты отказались покориться им, имея значительные связи с русскими. Существование этих связей подтверждает такой факт – города, которые ныне называются Таллин и Тарту, до революции, соответственно, Ревель и Дербт, имеют вполне русские исторические имена Колывань и Юрьев, по христианскому имени основателя этого города Ярослава Мудрого. К русским немцы и шведы относились еще более жестоко, нежели к прибалтам. Если, к примеру, захваченных эстов обращали в крепостное состояние, то русских просто убивали, не делая исключения даже для грудных младенцев. Угроза немецко-шведской агрессии стала для Руси очевидной, ее опасность нарастала день ото дня. В 1240 году шведский флот вошел в устье Невы. Подошел к месту впадения в нее речки Ижоры и высадил десант, готовый начать наступление на Новгород. В Новгороде, как и во всех славянских городах, не столько готовились к защите, сколько спорили между собой о том, с кем лучше связать свою судьбу, с Суздальским князем Ярославом или со шведским королем. Пока новгородцы спорили, сторонники Владимира Суздальской Руси призвали на помощь молодого князя Александра Ярославича и известного благодарным потомкам под именем Александра Невского. Тогда ему шел лишь 22-й год, но это был умный, энергичный и храбрый человек, а главное, настоящий патриот своей родины. Больших сил Александру собрать не удалось. Со своим маленьким Суздальским отрядом и с немногими новгородскими добровольцами Александр форсированным маршем достиг Невы и атаковал шведский лагерь. В этом бою новгородцы и суздальцы покрыли себя вечной славой. Так один новгородец по имени Гаврила Алексич верхом ворвался на шведскую ладью, дрался со шведами на их корабле, был сброшен в воду, остался жив и снова вступил в бой. Героически погиб слуга Александра Ратмир, пешен бившийся сразу со многими противниками. Не ожидавшие нападения шведы были разбиты на голову и ночью бежали на кораблях с места разгрома. Жертвенностью и доблестью соратников Александра был спасен Новгород, но угроза для Руси осталась. Тевтонские рыцари в 1240-1241 годах усилили натиск на Изборск, стремясь к завоеванию Пскова. А в Пскове среди бояр обнаружилась сильная прогерманская партия. Опираясь на ее помощь, немцы к 1242 году захватили этот город, а также Ям и Копорье и снова начали угрожать Новгороду. Зимой 1242 года Александр Невский со своими Суздальскими, или, как тогда говорили, низовскими дружинами при поддержке новгородцев и псковичей, напал на стоявший в Пскове немецкий отряд. Освободив Псков, он двинулся на главные силы ливонцев, которые отступали, минуя Чудское озеро. На западном берегу озера у Вороньего камня немцам пришлось принять бой. Количество собственных рыцарей было небольшим. Всего несколько десятков. Но каждый рыцарь был грозным бойцом. Кроме того, рыцарей поддерживали пешие наемники, вооруженные копьями, и союзники ордена Ливы. Рыцари построились с свиньей. Самый мощный воин впереди, за ним двое других, за теми четверо, и так далее. Натиск такого клина был неотразим для легковооруженных русских, и Александр даже не пытался остановить удар немецкого войска. Напротив, он ослабил свой центр и дал возможность рыцарям прорвать его. Тем временем усиленные фланги русских атаковали оба крыла немецкого войска. Ливы побежали, немцы сопротивлялись отчаянно, но так как время было весеннее, лед треснул и тяжело вооруженные рыцари стали проваливаться в воду Чудского озера. Новгородцы же не давали врагу вырваться из гибельной западни. Поражение немцев на Чудском озере 5 апреля 1242 года отсрочило их наступление на восток Дранг-Нах-Остен, которое было лейтмотивом немецкой политики с 1202 по 1941 год. Надо сказать, что выиграв это сражение, Александр не решил политических задач. Победа не ликвидировала возможности немецкого наступления, ведь сил у рыцарей было гораздо больше, чем у новгородцев. Города крепости Рига, Кёнигсберг, Ревель служили удобными плацдармами для наступающего с запада европейского рыцарства. При этом немцы могли постоянно пополнять свои войска, так как в XIII веке в Европе было огромное количество добровольцев, мечтавших найти применение своим силам. Натиск западного суперэтноса на Русь был по-прежнему угрожающий реален. Новое поколение русских людей, ровесников, князя Александра, быстро осознала масштабы опасности, грозящие стране с запада и потребность в сильном союзнике. Обрести этого союзника Руси помогли логика событий и гений Александра Невского. В 1242 году умер великий хан Угэдэй. Его смерть коренным образом изменила положение в Орде победителя народов хана Батыя. Еще во время похода 1238-1239 годов Батый поссорился со своим двоюродным братом сыном Угэдэя Гуюком. Гуюк оскорбил Батыя, назвав его старой бабой и пригрозив оттаскать заволосы. Не лучше поступил их кузен Бури сын хана Чагатая, бывшего, как мы помним, верховным судьей всего монгольского улуса. Бури собрался поленом бить Батыя по груди и по животу. Батый, как верховный главнокомандующий похода, выслал обоих взорвавшихся царевичей из армии к их отцам. Угэдэй и Чагатай сурово наказали своих сыновей за нарушение воинской дисциплины, их выгнали из ханской ставки и лишили всех чинов. Понятно, что после смерти Угэдэя Гуюк и Бури дали волю своей ненависти и начали совместную борьбу против Батыя. Теперь, когда на месте великого хана мог оказаться Гуюк, положение Батыя стало сложным, если не сказать гибельным. Его собственные силы ограничивались четырьмя тысячами воинов, а в распоряжении Гуюка станя он великим ханом, оказалось бы не менее ста тысяч человек. Батыю стал жизненно необходим союзник и дальнейшие события лишь подтвердили это. Количество собственных рыцарей было небольшим, всего несколько десятков, но каждый рыцарь был грозным бойцом. Кроме того, рыцарей поддерживали пешие наемники, вооруженные копьями, и союзники ордена ливы. Рыцари построились свиньей, самый мощный воин впереди, за ним двое других, затем четверо и так далее. Натиск такого клина был неотразим для легковооруженных русских, и Александр даже не пытался остановить удар немецкого войска. Напротив, он ослабил свой центр и дал возможность рыцарям прорвать его. Тем временем усиленные фланги русских атаковали оба крыла немецкого войска, ливы побежали, немцы сопротивлялись отчаянно, но так как время было весеннее, лед треснул, и тяжело вооруженные рыцари стали проваливаться в воду Чудского озера. Новгородцы же не давали врагу вырваться из гибельной западни. Поражение немцев на Чудском озере 5 апреля 1242 года отсрочило их наступление на восток Дранг Нах Остен, которое было лейтмотивом немецкой политики с 1202 по 1941 год. Надо сказать, что выиграв это сражение, Александр не решил политических задач. Победа не ликвидировала возможности немецкого наступления, ведь сил у рыцарей было гораздо больше, чем у новгородцев. Города крепости Рига, Кёнигсберг, Ревель служили удобными плацдармами для наступающего с запада европейского рыцарства. При этом немцы могли постоянно пополнять свои войска, так как в XIII веке в Европе было огромное количество добровольцев, мечтавших найти применение своим силам. Натиск западного суперэтноса на Русь был по-прежнему угрожающий реален. Новое поколение русских людей, ровесников, князя Александра быстро осознало масштабы опасности, грозящие стране с запада и потребность в сильном союзнике. Обрести этого союзника Руси помогли логика событий и гений Александра Невского. В 1242 году умер великий хан Угедей. Его смерть коренным образом изменила положение в Орде победителя народов хана Батыя. Еще во время похода 1238-1239 годов Батый поссорился со своим двоюродным братом, сыном Угедея Гуюком. Гуюк оскорбил Батыя, назвав его старой бабой и пригрозив оттаскать заволосы. Не лучше поступил их кузен Бури, сын хана Чагатая, бывшего, как мы помним, верховным судьей всего монгольского улуса. Бури собрался поленом бить Батыя по груди и по животу. Батый, как верховный главнокомандующий похода, выслал обоих взорвавшихся царевичей из армии к их отцам. Угедея и Чагатай сурово наказали своих сыновей за нарушение воинской дисциплины, их выгнали из ханской ставки и лишили всех чинов. Понятно, что после смерти Угедея Гуюк и Бури дали волю своей ненависти и начали совместную борьбу против Батыя. Теперь, когда на месте великого хана мог оказаться Гуюк, положение Батыя стало сложным, если не сказать гибельным. Его собственные силы ограничивались четырьмя тысячами воинов, а в распоряжении Гуюка, станя он великим ханом, оказалось бы не менее ста тысяч человек. Батыю стал жизненно необходим союзник, и дальнейшие события лишь потерзили это. В 1246 году собравшийся великий Курултай избрал Гуюка великим ханом. Казалось, судьба Батыя была предрешена. Понимая безвыходность положения, Батый попытался обрести поддержку на Руси. Действительно, политических поводов для продолжения войны между русскими и монголами не было никаких. Но, что еще важнее, уже исчезли, по-видимому, и эмоциональные мотивы противоборства. Так русские называли Батыя добрым ханом. И монголы смотрели на войну с Русью вполне трезво, несмотря на то, что под Коломной погиб Кюлькан, любимый сын Чингиса от красавицы Хулан. Ведь в отношении к любой смерти на войне монголы руководствовались принципом «за удаль в бою не судят». Итак, союз между Русью и Батыем стал возможен. Препятствовало этому союзу лишь одно обстоятельство. Великий князь Владимирский Ярослав, отец Александра Невского, присутствовавший на торжествах по случаю избрания нового хана, умер от яда. Яд этот, по версии папского агента Плано Карпини, был дан Ярославу матерью Гуюка, ханшей Туракиной. Причиной столь серьезного поступка явился донос боярина Федора Яруновича, который оговорил князя, сообщив, будто Ярослав вступил в союз с папой римским Иннокентием IV. Однако, и после смерти Ярослава, северо-восточная Русь не стала зависимой от Орды. Это видно даже из того, что в 1248 году Батыем был утвержден новый великий князь Владимирский Святослав Севолодич, брат погибшего Ярослава. Однако, прокняжев меньше года, он был свергнут Михаилом Ярославичем Тирским. Дни свои Святослав закончил в Орде, тщетно добиваясь справедливости. Но в его судьбе был виноват не Баты, а центральное правительство в Каракаруме, где после смерти в том же 1248 году Гуюка правила его вдова Найманка Огуль Гаймыш. Она отдала власть на Руси детям отравленного Ярослава, Александру великое княжение и разрушенный Киев, а Андрею богатое Владимирское княжество. Александру предстоял тяжелый выбор союзника, ведь выбирать приходилось между Ордой, в которой погиб его отец и Западом, с представителями которого новгородский князь был хорошо знаком еще со времен Ледового побоища. Нужно отдать должное Александру Ярославичу, он великолепно разобрался в этнополитической обстановке и сумел встать выше своих личных эмоций ради спасения Родины. В 1251 году Александр приехал в Орду Батыя, подружился, а потом побратался с его сыном Сартаком, вследствие чего стал приемным сыном хана. Союз Орды и Руси осуществился благодаря патриотизму и самоотверженности князя Александра. В соборном мнении потомков выбор Александра Ярославича получил высшее одобрение. За беспримерные подвиги во имя родной земли русская православная церковь признала князя святым. За други своя К сожалению, среди современников, безвозвратно терявших пассионарность, политический курс Александра Ярославича популярностью не пользовался. Никто не думал благодарить князя за его героические усилия по спасению русской земли. Большинство новгородцев твердо придерживались прозападной ориентации. Как вследствие этого, после Невской битвы Александру указали путь из Новгорода. Но когда немцы захватили Псков, новгородцы тут же пригласили князя обратно. Он выгнал немцев из Пскова, одержал победу на Чудском озере, его удалили снова. Попытки наиболее здравомыслящих новгородцев возражать против самоубийственного поведения субпассионариев успеха не имели. В самом Новгороде сторонников князя воина грабили и отстраняли от дел. Между двумя партиями молодших и лучших людей дело дошло чуть ли не до войны. Лучшие сторонники князя все же победили, хотя и с огромным трудом, и настояли на окончательном во княжении Александра в Новгороде. Как видим, жизнь князя легкой не назовешь. Каждый раз он приходил по зову новгородскому, оказывал новгородской земле огромные услуги, сражался на Неве, на Чудском озере, усмирял воевавшие против Новгорода племя Водь, и за это отстранялся от руководства сторонниками Запада при помощи демократической процедуры вечевого голосования. Даже среди близких родственников не находил князь Александр понимания. Его родной брат Андрей сам был западником и объявил, что он заключает союз со шведами, ливонцами и поляками с целью избавиться от монголов. Монголам стало известно об этом союзе, вероятно, благодаря самому Александру Невскому. Батый, выполняя союзнические обязательства, послал на Русь полководца Неврюя 1252 год, который разбил войска князя Андрея и тот был вынужден эмигрировать в Швецию. При этом Неврюя ворать нанесла Руси ущерб больше, нежели поход Батыя. Активно выступал против татар и князь Даниил Галицкий. Сразу после ухода Батыя на Волгу он напал на союзных монголам, болоховских князей, перебил всю аристократию, а население княжества разогнал. Политический курс Даниила состоял в том, чтобы выделить Галицко-Волынское княжество в самостоятельное феодальное государство, ориентированное на Запад. Но вспомним, что в средние века и Запад не отличался единством. Геббелины сторонники германских императоров боролись с гвельфами, поддерживавшими папский престол. В середине XIII века, в частности, это были сторонники императора Фридриха II и сторонники папы Иннокентия IV. Интересно, что Фридриха II воспитали паписты, а он, став германским императором 1212-1250 годы, сделался злейшим врагом папского престола. Точно так же сам Фридрих II воспитал будущего первосвященника, возвел его на папский престол и получил в его лице смертельного врага. Вот лишнее доказательство того, что любой человек не столько может приказывать, сколько должен по неволе выполнять полувысказываемые желания своего окружения. Если кардиналы и епископы, окружавшие папу, были довольны его распоряжениями, то папа сидел на троне как самостоятельный государь. Когда же он поступал вопреки их желаниям, у него обычно начинались какие-то болезни, а затем наступала внезапная сметь. Несколько увереннее чувствовал себя император, у которого были верные войска. Но ведь вассалы императора в большинстве своем ненавидели иерархов католической церкви. Мог ли император с этим не считаться? Конечно нет. Вот и завел Фридрих Второй переписку с Батыем и Гуюком в то самое время, когда папа требовал войны с монголами. Отец князя Даниила Роман был гибелином и пытался оказывать помощь своим немецким союзникам. Даниил, казалось бы, должен был следовать политике отца, но папа пообещал ему королевский титул и полную самостоятельность. Ни монголы, ни Фридрих Второй ничего не обещали галецкому князю, и его симпатии явно склонились на сторону римского первосвященника. Даниил стал сторонником папы и получил из его рук обещанную золотую корону. Надо сказать, что прозападная партия на Руси, ненавидевшая монголов за их набеги и связанная с Западной Европой торговыми, карьерными, культурными связями, была достаточно многочисленна, чтобы отстаивать свою политическую линию. Программа западников заключалась в следующем. Опираясь на помощь рыцарей, объединить силы всех русских князей и изгнать монголов. К сожалению, будучи крайне привлекательной теоретически, эта программа никак не могла быть выполнена практически. Во-первых, рыцари ордена, купцы Ганзы, папа и император вовсе не собирались тратить свои силы на объединение чужого им государства. Они ставили перед собой другую задачу использовать русских ратников в борьбе с монголами, обескровить Русь и покорить ее, подобно Прибалтике. Во-вторых, к середине XIII века идея объединения Руси уже стала полностью иллюзорной. Это хорошо понимал Александр Невский и совершенно не понимал Даниил. Русь окончательно распалась на юго-западную, северо-восточную и новгородскую землю. В первых двух правили две линии Мономашичей, старшая на северо-востоке, младшая на юге. Между этими двумя ветвями шли жестокие войны. Вмешательство черниковских Ольговичей в общерусскую борьбу обычно было безрезультатно и неудачно для них самих и для Руси в целом. Полоцкие князья превратили свои владения в самостоятельное княжество. Отрицание власти Владимирского княжества было характерно для Рязани. Рязанцы много воевали против Владимира, Суздаля, Киева, и винить в этом одних князей нельзя, так как не столько они господствовали над своими городами и окрестными землями, сколько городское население, многочисленное и активное, указывало своим князьям ту или иную линию поведения. Например, когда в очередную Новгородско-Владимирскую войну Суздальцы, так называли войска Владимирского князя, подошли к Торжку, город был готов сдаться и просил князя Всеволода взять мир, снизойти в милости. Горожане обещали подчиниться, принять все условия, уплатить дань. Великий князь Всеволод Большое Гнездо хотел уже принять предложение Торжка, но его воины категорически отказались, сказав «Мы не целовать их пришли». Торжок был взят и разграблен вопреки воле князя. Требовали от своих князей проведение политики сепаратизма и жителей Минска, Гродно и других городов северо-запада русской земли. Стремление к самостоятельности стало всеобщим, распад был неминуем. К нему велось снижение пассионарности населения Руси. Ведь достаточно мощной силы, которая связала бы многочисленные княжества, подчинила их Киеву, уже не было. Киев растерял свою пассионарность, а на окраинах ареала она еще сохранилась. Наступившая фаза обскурации обрекала на неудачу попытки воссоздания единой Руси в XIII веке. Понятно, что в этих условиях усилия западников по консолидации русских были обречены на провал. Деятельность самого Даниила Галицкого кончилась для него плохо. После нескольких удачных операций против небольших монгольских отрядов во главе своеначальником Куремсой 1254 год Даниил столкнулся с опытным тысячником Бурундайем. Бурундай довольно легко разбил Галицкого князя и заставил его срыть все крепости, чтобы Галиция и Волынь не имели возможности отделиться. Каковы же были реальные результаты союза с монголами заключенного Александром Невским? Русские князья сохранили большую свободу действий. Когда Мунке хан послал на Русь несколько мусульман Бесермен с целью переписать население для сбора налога Дани, все переписчики и сборщики были перебиты населением. По предположению такого знатока проблемы, как Насонов, побоище было инспирировано самим князем Александром. Мотивы предполагаемых действий князя вполне понятны. Отправка русских денег в Монголию была не в его интересах. Александра интересовала перспектива получения от монголов военной помощи для противостояния натиску Запада и внутренней оппозиции. Именно за эту помощь Александр Ярославич готов был платить и платить дорого. Но вскоре Александру Невскому пришлось испытать невероятные потрясения. Под угрозой оказалась вся его политическая линия. В 1256 году умер его союзник Батый. И в том же году из-за симпатии к христианству был отравлен сын Батые Сартак и кем? Братом Батые Берке Ханом, который опирался на ордынских мусульман. Берке принял ислам, вырезал Нестериан в Самарканде, отравил своего племянника, казнил свою родственницу Боракчин и установил мусульманскую диктатуру, хотя и без дальнейших религиозных гонений. Верный своему принципу борьбы за интересы Отечества, Александр Ярославич и на этот раз положил душу за други своя. Он отправился к Берке и договорился об уплате дани монголам в обмен на военную помощь против литовцев и немцев. Но когда в Новгород вместе с князем пришли монгольские переписчики, чтобы определить сумму налога, новгородцы устроили бунт, во главе которого оказался Василий Александрович, старший сын великого князя дурак и пьяница. Александр вывел татарских послов из города под своей личной охраной, не дав их убить. Тем самым он спас Новгород от гибели, ведь мы знаем, как поступали монголы с населением городов, где совершалось убийство послов монгольского хана. С вожаками смуты Александр Ярославич поступил жестоко. Им вынимали очи, считая, что глаза человеку все равно не нужны, если он не видит, что вокруг делается. Только такой ценой удалось Александру подчинить новгородцев, утерявших вместе с пассионарностью здравый смысл и не понимавший, что тот, кто не имеет сил защищаться сам, вынужден платить за защиту от врагов. Конечно, отдавать свои деньги всегда неприятно, но, наверное, лучше уж расстаться с деньгами, чем с независимостью и жизнью. Конец и вновь начало Итак, союзный договор с Ордой стал реальностью. Русские первыми оказали военную помощь татарам, приняв участие в походе на Аланов. Союз с татарами оказался благом для Руси с точки зрения установления порядка внутри страны. В 1261 году в Сарае усилиями Александра Невского и монгольских ханов Берке и Менгу Тимура было открыто подворье православного епископа. Он не подвергался никаким гонениям. Считалось, что епископ Сарский является представителем интересов Руси и всех русских людей при дворе великого хана. Если на Руси начиналась княжеская усобица, хан присылал сарского епископа с татарским деком, обязательно христианином, и они решали спорные вопросы на княжеских съездах. Если кто-то не считался с принятым решением и пытался продолжать удельную войну, его принуждали к миру с помощью татарской конницы. Опираясь на союз с Берке, Александр решил не только остановить движение немцев на Русь, но и подорвать самую его возможность. Он заключил с литовским князем Миндовгом, своим ровесником, союз, направленный против крестоносцев. Как правителя, Миндовга отличали хитрость и изворотливость. В 1250 году он принял католичество, но крещение его льстиво бысть, говорит летописец. Через десять лет Миндовг отказался от насильно навязанной ему религии и стал злейшим врагом крестоносцев и католиков. Александр Гераславич находился на пороге своей второй, не менее значительной, чем в случае с Ордой дипломатической победы. Но в 1263 году в разгар подготовки совместного похода против Ливонского ордена, возвращаясь из очередной поездки в Орду, князь скончался. Можно предположить, что Александр Ярославич умер, выражаясь современным языком, от стресса. Действительно, столь сложные дипломатические акции, блестящие победы, борьба с соотечественниками требовали слишком большого нервного напряжения, которое не каждому по силам. Однако, кажется странным то, что вскоре умер и Миндовг. Невольно напрашивается мысль, что причиной смерти князя Александра был не стресс. Скорее, в смерти Александра и Миндовга следует видеть усилие немецких сторонников, действовавших на Руси и в Литве. В условиях, когда среди русских западников находились люди, которых можно было купить и использовать в борьбе против Отечества, надежный союзник на Волге был вдвойне необходим русским княжеством. В 1268 году, через 6 лет после смерти Александра, новгородцы пошли на принадлежащую датчанам крепость Раковор, современный город Раквере, недалеко от Таллина. По дороге на новгородские полки напали немцы и произошла жуткая сеча Раковорская битва. Новгородцы одолели союзные войска немцев и датчан. Все, недолго думая, призвали большое количество воинов и рыцарей из Западной Европы для того, чтобы, перейдя реку на Рову, захватить Новгород. Но тут в Новгород, согласно договору с Ордой, явился татарский отряд в 500 всадников. Немцы, даже не зная точно размеров этого отряда, тотчас же замеришаса по всей воле новгородской зело Бобо-Яхуса имени татарского. Новгород и Псков уцелели. Как видим, положительные стороны союза с Ордой проявлялись и после смерти Александра Ярославича. Там, где вступали в дело татарские войска, крестоносный натиск быстро останавливался. Таким образом, за налог, который Александр Невский обязался выплачивать в Сарай, столицу нового государства на Волге, Русь получила надежную и крепкую армию, отстоявшую не только Новгород с Псковом. Ведь точно так же, благодаря татарам в 70-е годы 13 века, сохранил независимость Смоленск, находившийся под угрозой захвата литовцами. Смоляне в 1274 году предложили своему князю добровольно подчиниться Орде, и поскольку Смоленск стал находиться под защитой татар, литовцы не рискнули его штурмовать. Так союз с Ордой во второй половине 13 века принес с северо-восточной Руси вожделенный покой и твердый порядок. Более того, русские княжества, принявшие союз с Ордой, полностью сохранили свою идеологическую независимость и политическую самостоятельность. Например, после победы в Орде мусульманской партии в лице Берке никто не требовал от русских обращений в ислам. Одно это показывает, что Русь была не провинцией монгольского улуса, а страной союзной великому хану, выплачивавшей некоторый налог на содержание войска, которое ей самой было нужно. Какова же этническая интерпретация этих грандиозных событий XIII века? Мы уже упоминали, что в XI начале XIII века русская земля представляла собой единый суперэтнос, но с падением пассионарности в XIII веке единство оказалось утраченным. Отдельные подсистемы ослабевшего суперэтноса вошли в состав более молодых этнических миров. Так северо-восточная Русь вошла в монгольский суперэтнос. Именно поэтому преемники Батыя, ханы не мусульмане, а потом и ханы-мусульмане типа Берке, заняли место византийских императоров в иерархии русских геополитических представлений. Ранее на Руси считалось, что существует лишь один царь Василевс в Константинополе. В русской земле правили князья, самостоятельные властители, но вторые лица в иерархии государственности. После взятия крестоносцами Константинополя 1204 год и крушения власти византийских императоров титулом царь на Руси стали величать ханов Золотой Орды. Их так и называли Добрый Царь Джанибек или Суровый Царь Узбек. Те русские княжества, которые отказались от союза с татарами, были захвачены частично Литвой, частично Польшей, и судьба их была очень печальной. В рамках западноевропейского суперэтноса русичей ждала участь людей второго сорта. Таким образом, вошедшая в фазу обскурации русская земля была разорвана надвое могучими силами пассионарности Запада и Востока. При этом, с точки зрения этнической истории, крайне важен ответ на вопрос, какую Русь представлял Александр Ярославич Невский. Был ли он последним крупным удельным князем Древней Руси или же первым князем будущей Великоруссии? Можно ли его поставить в один ряд с Владимиром Мономахом или следует сравнить с Дмитрием Донским? Полагаю, что князь Александр, так же, как его соратники, принадлежал к поколению новых людей, поднявших Русь на недосягаемую высоту. Для такого вывода есть весомые основания. Жертвенное поведение Александра Ярославича и его соратников слишком разительно отличается от нравов древнерусских удельных князей. Сформулированное Александром доминанто поведение альтруистический патриотизм на несколько столетий вперед определило принципы устроения Руси. Заложенные князем традиции союза с народами Азии, основанные на национальной и религиозной терпимости вплоть до девятнадцатого столетия привлекали к России народы, жившие на сопредельных территориях. И, наконец, именно потомками Александра Ярославича Невского строилась в четырнадцатом веке на развалинах древней Киевской Руси Новая Русь. Сначала она называлась Московской, а с конца пятнадцатого века стала называться Россией. Все вышесказанное дает нам возможность достаточно уверенно говорить о том, что в начале тринадцатого века на территории Руси имел место пассионарный толчок. Мы даже можем с учетом нашего допущения довольно точно определить дату этого толчка. Новые люди начали рождаться около тысяча двухсотого года, а исторической силой они стали в конце четырнадцатого века, около тысяча трехсот восьмидесятого года. Следовательно, инкубационный период фазы пассионарного подъема продолжался около ста восьмидесяти лет, что практически не противоречит данным по другим известным нам примерам этногенеза. Утверждение о пассионарном толчке на Руси в тринадцатом веке легко проверить? Дело в том, что пассионарный толчок, если он происходит, никогда не затрагивает одну страну, один этнос. Как глобальное планетарное явление, взрыв этногенеза охватывает протяженные узкие полосы на земной поверхности, проходящие через разные регионы, населенные разными народами. На этих простирающихся на тысячи километров полосах и начинаются одновременно этногенезы разных народов. Так было и в тринадцатом веке. Данный толчок прослеживается в Прибалтике. На берегах Немана в результате смешения литовских племен со славянским населением возник новый литовский этнос. В зоне толчка оказались долина Припяти и Приднестровье. Отсюда началась миграция смешанного русско-польского населения, которое впоследствии составило этнос, называемый украинским. Одновременно с процессами в северо-восточной Руси и Литве начался этногенез в западной части Малой Азии. Уже в конце тринадцатого века там создался новый османский этнос. Турки и османы были совершенно отлично от турок сельджуков туркменов населявших восточную часть Малой Азии. Вероятность с действием толчка тринадцатого века было связано и возникновение этносокрымских татар позднее присоединившихся к османам.